Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта! Мы начинаем нашу программу в студии Я, Индира Бегтенова. И я с удовольствием представляю гостя нашей студии. Это вице-президент Федерации каратэ Республики Казахстан Жасталаб Санаов. Здравствуйте! Здравствуйте, Индира! Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. В последнее время каратэ у всех на устах. И не только потому, что этот вид спорта вошел в программу Олимпийских игр 2020 года. Но еще благодаря ярким выступлениям нашего земляка Дархана Асадилова на различных международных соревнованиях. В Олимпийском рейтинге Дархан сейчас расположился на четвертом месте. Скажите, пожалуйста, этого достаточно, чтобы он завоевал Олимпийскую путевку? В настоящий момент, да, этого достаточно. Но Олимпийский стенд еще не закончился. Он только в середине пути. Если он удержит свои позиции или, может быть, даже поднимется немного вверх, то, конечно, четвертое место – это уже гарантированная лицензия на Олимпийские игры. Всего будет разыгрываться как бы 10 путевок, но одна уже автоматически уходит хозяином, это японцам. Две будут уходить по солидарности Олимпийской. И только 7 лицензий будут разыгрываться. Четыре по категории Д1, это по олимпийскому рейтингу. И три будет на отборочном турнире, который будет в мае 2020 года в Париже. У мужчин, у кого есть еще шансы зацепиться за путевку? Значит, вот в этом весе, 60-67, Олимпийском весе, это объединенный вес. В 60 килограмм у нас, конечно, Дархан, он сейчас лидер сборной. В своем весе он в рейтинге второй в мировом, в 60 килограмм. Но в объединенном 67 он четвертый. В 67 килограмм также у нас очень хорошо выступает сейчас Дидара Мирали, который также в последнее время завоевывает медали на премьер-лигах. 84 килограмма у нас Даниар Юлдашев находится в хорошей позиции и может попасть по рейтингу. Ну и будем надеяться, что у нас сейчас и молодые девушки неплохо выступают. Это Жамбарбай Малдир, Захарова Сабина. И вот сейчас подключилась, буквально недавно совсем, в Зальцбурге впервые участвовала уже Берульцева Софья, чемпионка мира среди юниоров. Ну если в целом взять, насколько олимпийских лицензий сборная Казахстана может рассчитывать? Вы можете оценить наши шансы сейчас? Ну, прогнозы дело очень сложное в спорте, очень сложно что-то предугадать. Потому что марафон очень длинный. В этом году 11 соревнований премьер-лиг и серии А, и плюс еще чемпионат Азии. Вот 12 соревнований, на которых присуждаются баллы. И сейчас что-то говорить о том, что возможно или невозможно, очень сложно, потому что ситуация меняется каждый день. После каждого турнира, возможно, кто-то поднимается, кто-то опускается. Но вот та стабильность, которую сейчас показывает наша сборная, она как бы внушает у нас определенные надежды. Потому что буквально с сентября 2018 года начался олимпийский рейтинг. Для нашей сборной азиатского региона он начался вообще в июле. Но в связи с тем, что наша основная сборная участвовала на азиатских играх, тренерский соревнований принял решение не участвовать в чемпионате Азии, хотя он приносил баллы, первые баллы в олимпийский стенд. И мы как бы своим азиатским противникам дали фору. Они ушли вперед, естественно. Наши основные не выступали на этих соревнованиях. Но вот как показала практика, как мы в принципе и рассчитывали, что многие ребята догнали и даже опередили своих азиатских оппонентов и других, показывают определенную стабильность, что очень радует. И будем надеяться, что мы сможем завоевать по Д1, по первой категории, несколько лицензий. И постараться еще, конечно, по второй категории, по Д2 тоже на отборочном турнире, попробовать попасть в финал, чтобы получить лицензию тоже. Когда будут озвучены имена первых обладателей лицензии? Значит, имена первых обладателей лицензии будут озвучены в апреле, в конце апреля 2020 года. Уже это по категории Д1 пройдет завершение, после последнего турнира, который будет в Марокко, в Арабате. После него объявят уже тех, кто попал, по тех четырех человек, значит, в мужских, в женских и в кота категориях, объявят, кто попал по олимпийскому рейтингу. И, значит, кто попал уже, если, допустим, с нашей стороны кто-то попадает, то уже в этом весе на отборочном турнире мы уже не выставляем. Потому что уже одна лицензия только для одной стороны в каждой категории. А будут ли внесены изменения в правила карате накануне Олимпийских игр? Или уже внесены? Я думаю, что в правилах кумите уже не будут внесены, потому что уже сейчас вышли на прямую, финишную, да, в олимпийской гонке. То в кота совсем недавно были внесены изменения. Это было сделано для того, чтобы как можно более зрелищное было представление на телевизионной картинке. Дело в том, что раньше четыре судьи, когда сидят, плюс пятый еще сидит на середине татами. Два человека выходят и делают. В общей сложности семь человек на татами. Это очень много для зрителя. Поэтому сейчас судьи будут сидеть в одной линии за одним столом, как в гимнастике, как в фигурном катании. И, значит, будет выходить человек, который будет делать кота, спортсмен, и он будет делать практически один. И на татами он будет один. Я думаю, это будет более легче для телевизионных съемок и для восприятия его действий на татами. Но у нас есть достойный кандидат в программе кота? У нас Мадик Атешев, он сейчас находится на 32-й позиции рейтинга, но впереди него очень много японцев, которые автоматически будут исключаться, и другие повторяющиеся страны. Поэтому, если реально посмотреть, он где-то 25-26. У него сейчас очень хорошие шансы попасть на Бич Геймс, который будет впервые в этом году в Америке. И мы надеемся, что он сможет подняться за этот период. Он усилил в нас надежду, потому что на чемпионате мира он прошел 4 круга, и в пятом проиграл чемпиону мира. В принципе, показал очень неплохой результат. И надеемся, что дальше он сможет как-то подняться и попасть. Это будет для нас очень, конечно, большой победой, если в программе кота, где мы традиционно не очень сильны, мы сможем завоевать лицензию. Будем надеяться так же. Какова судьба карате, я имею в виду, после Олимпийских игр Токио 2020? Вот я слышала, что Всемирная Федерация Карате запустила челлендж Zuki for Karate 2024. Наши спортсмены участвуют в этом челлендже? Ну, еще не участвовали. Вот сейчас у нас на этой неделе будет чемпионат молодежных Казахстана, где мы готовим тоже как бы видео для участия в этой программе. Да, карате – дополнительный вид спорта в Токио 2020 и во всех других Олимпиадах, потому что он еще не в основной программе. И, конечно, поддержка карате очень нужна. И очень важно будет, как карате себя проявит и покажет на первых Олимпийских играх, где она будет участвовать, как ее воспримут зрители. От этого очень много будет зависеть, конечно. Расскажите теперь о работе нашей Федерации на международной арене. Ну, Федерация Карате Казахстана, она является членом и Всемирной Федерации, Карате с 92-го года, и Азиатской Федерации, Карате с 93-го года. Поэтому как бы международные связи очень хорошие. Значит, у нас и в Азиатской Федерации очень долгое время было два срока, ну, как бы максимальные два срока, был вице-президентом Азиатской Федерации Абдулаев Сарсимбай, президент Центрально-Азиатского региона. Значит, он очень в этот раз, он как бы след на следующие выборы, которые будут в этом году, он опять будет претендовать. Мы надеемся, что он также сможет попасть в исполком Азиатской Федерации. Ну, также вот в ноябре 2018-го года были выборы в исполком Всемирной Федерации, где я прошел как от Азиатского региона. Примите наши поздравления. Спасибо. И нахожусь сейчас в исполнительном комитете Всемирной Федерации. А ваша роль и функция? Исполком Всемирной Федерации, все решения, которые проходят вне Конгресса, на Конгрессе проходит только очень, он собирается раз в два года, только очень какие-то значимые решения, то все остальные решения принимает исполком. Все, всю текучку, все решения по проведению и так далее, это как бы исполком, который собирается очень часто довольно, практически на каждой премьер-лиге собирается исполком и принимает какие-нибудь решения. Вот, кстати, насчет премьер-лиги. Это самый престижный турнир, который проводится с 2011 года. В этом году всего запланировано 7 премьер-лиг. Во всех будут представлены наши казахстанские каратисты? Да, конечно, во всех будут представлены, потому что очень большие баллы идут от премьер-лиг. Там коэффициент 6, и так же, как контентальный чемпионат. Поэтому пропускать их мы не имеем права, потому что я же говорил, что тут уже идет математика. Иногда бывает, что даже нескольких баллов может не хватить на финишной прямой, что может сказаться получение или не получение лицензии. Поэтому, конечно, максимально будем везде участвовать, потому что участие на премьер-лиге, даже само участие дает баллы. Каждый бой выигранный опять дает баллы. Если ты даже проиграл чемпион, если ты будешь утешаться, то ты опять участвуешь в том, чтобы еще больше баллов заработать. Вся система премьер-лиг, и серия очень построена интересно, в том плане, что они мотивируют спортсменов участвовать, пытаться хотя бы один, два, три боя выиграть. Но первая серия в этом году прошла в Зальцбурге, буквально недавно, где, кстати, Дархана Садилов, лидер нашей сборной, завоевал золотую медаль. В его весе было 220 спортсменов. Ему пришлось пройти семь боев, чтобы попасть в финал. Это очень сложный марафон был у него, но, в принципе, он достойно его прошел. И также пять спортсменов у нас дрались за бронзовые медали, хотя тоже в каждом весе было около 200 человек. И, конечно, мы рады, что есть определенная стабильность выступлений. И это, в первую очередь, я думаю, от того, что когда это попало в Олимпийские игры, конечно, мы понимали, что рейтинговая система будет самая важная. И мы уже понимали, что, значит, эти премьер-лиги и серия будут иметь очень важные значения. Но так как раньше мы не были олимпийским видом спорта, и наша главная задача была азиатские игры, и мы больше концентрировались на азиатский регион, участвовались на турнирах, которые в Азии проводились, в основном там. То, конечно, премьер-лиги в основном проводятся в Европе, какая-то часть в Азии, но и в Америке, или и в Африке. И поэтому, конечно, нам надо было там участвовать для того, чтобы Казахстан тоже знали другие судьи, другие эти спортсмены. И мы метод отбора в сборную, я думаю, что является очень важным показателем, как отбираются. И мы решили, что мы будем отбирать национальную сборную, на чемпионат Азии, на чемпионат мира, отбор делать по мировому рейтингу. Это, значит, дало возможность и повлияло на то, чтобы наши спортсмены, все тренера больше отправляли на премьер-лиги, там пытались заработать баллы, и уже там определиться, кто лучший из них, и кто будет представлять Казахстан на чемпионате Азии, на чемпионате мира. После этого, конечно, первый год был для нас очень сложный, потому что вот 17-й год, мы практически без медалей, с каждой премьер-лиги приезжали, хотя там выступало довольно хорошее количество людей, то вот в 18-м еще более-менее. Но вот в конце 18-го года, как раз когда мировой рейтинг пошел, уже олимпийский стенд открылся, то мы практически, у нас практически все премьер-лиги, серия были с нашими финалами, а вот уже сейчас уже золотые медали, вот Дархан две золотые медали занял. И те вот эти два года, 17-й год и половина 18-го, мы как бы работали на имидж. Казахстан узнали в настоящее время и судьи, и спортсмены, и сейчас как бы мы постараемся уже поддерживать этот имидж, и где-то имидж уже начинает работать на нас. Так что, я считаю, что метод отбора очень важный момент для хороших выступлений спортсменов. Какие соревнования пройдут на территории Республики Казахстан в этом году? И члены сборной Казахстана будут освобождены от внутренних соревнований? Ну, на территории Казахстана у нас пройдет, в первую очередь, конечно, это спартакиада народов Казахстана, который в отраву будет. Мы, конечно, постараемся, чтобы лидеры не участвовали для того, чтобы, ну, как бы... Но дело в том, что это такое очень важное событие для регионов, и многим, мне кажется, все равно придется как бы участвовать, потому что это очень важно для регионов, которые они представляют. А также Казахстан Open у нас будет в этом году. Этот турнир для нас очень важен тем, чтобы мы пригласили президента Всемирной Федерации, генерального секретаря Всемирной Федерации, чтобы они посетили этот турнир. Постараемся, чтобы он прошел хорошо. Мы пригласили, значит, многих членов Всемирной комиссии судейской во главе с председателем и председателем азиатского совета рефери и также других членов, чтобы поднять уровень этого турнира и чтобы наши спортсмены могли получить определенный опыт здесь, в Казахстане. У нас есть какая-то статистика, как много любителей в Казахстане занимается карате для себя? Ну, мы, в принципе, если вот так смотреть, как вот по данным в спортивных школах, значит, в ШВСМ, в ЦОПах и так далее, в общей сложности около 10 тысяч человек занимаются активно карате. И в основном это, конечно, молодое поколение. А скажите, пожалуйста, статус олимпийский, вид спорта дал всплеск развитию карате? Да, конечно, потому что для многих открылось, особенно молодых людей, появилась возможность стать олимпийским чемпионом, мечта появилась. И, конечно, многие еще больше стали, пришли в карате для того, чтобы заниматься. Потому что олимпийский вид спорта – это, естественно, мечта любого спортсмена и любого человека. Роль психологии в подготовке настоящего бойца. Работают ли психологи с членами сборной Казахстана? Потому что это очень важно накануне главных стартов четырехлетия. Конечно, работают психологи с национальной сборной. Вообще, как бы, комплексная научная группа работает в полном комплексе. Это и врач, и массажист, и доктор. И, значит, они все вместе выполняют свои задачи. Ну, буквально в конце года мы уже с этого года начали делать модель соревнований. Это вот мы брали, за модель соревнований брали премьер-лигу, сколько боев он должен провести до финала, какие паузы. Мы засекали время специально. И, значит, в рабочем режиме, прямо на сборах, на тренировках, мы отрабатываем эти моменты. И комплексная научная группа, она полностью занимается каждой своей задачей. Потому что первый бой он когда проводит, у него пять минут отдыха, следующий пять минут, потом три, два, два, и уже вот это полуфинальный бой тоже две минуты. И, значит, вы видите, что время уменьшается с каждым разом, и время для восстановления очень немного остается. И каждый работник комплекса научной группы, в том числе и психолог, конечно, они свою задачу должны были выполнять и прямо нарабатывать в таком рабочем режиме. Психология, конечно, в единоборствах очень имеет большое значение. Так же, как, конечно, и физическая форма, и, значит, здоровье, чтобы не было травм в этот момент. Ну, дело в том, что это единоборство. Перед тобой стоит противник, с которого ты должен победить, обмануть, обыграть, перехитрить. Поэтому именно в какой-то кондиции психологической подойдешь, ментальной к своему бою, от этого очень многое зависит. Спасибо большое за беседу. К сожалению, отведенное на время подошло к концу. Мы пожелаем нашим спортсменам удачи не только на татаме, но и в жизни. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы на этом завершаем нашу программу. Смотрите КАС-спорт и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!